Я вас приветствую дорогие друзья, дорогие любители поклонники General Zero Hour. С вами канал Бляр Ти Ви, на ваших гранах Forgotten Air Battle и спонсор данного ролика канал Рубикон. Если ты любишь заказывать всякие ништяки из Китая, то канал Рубикон будет тебе точно полезен. Здесь Андрей рассказывает и показывает различные полезные товары из Китая, которые тебе могут упростить жизнь, скажем так. Распаковки, обзоры, эксперименты и проверка товаров с Алиэкспресс. Также Андрей любит путешествовать и делиться красивыми кадрами у себя на канале. Самое главное, что видео сделаны с юмором и старанием. Хорошее качество видео, а также харизма автора не заставит тебя заскучать. Расширяй свой кругозор вместе с каналом Рубикон. Ссылка будет в описании. Обязательно, друзья, передавайте Андрею огромный привет от меня. Ну а мы начинаем. Справа стартует гугл заглаподрывные войска и слева у нас бойка Китай-танк. Также, дорогие друзья, я вам напоминаю про то, чтобы вы оставили свой комментарий. Обязательно досмотрите ролик до конца. Также ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И самое главное помнить, только благодаря вам нас становится больше и наша любимая игра становится популярнее. Ну и два игрока, которые уже давным-давно вписали свои никнеймы в историю. Бойко, двухкратный финалист мировой серии и победитель 2020 года. Гугл очень много и очень старательно играл на мировой серии, но победить так и не смог. Не помню по поводу финалов, был ли вообще гугл в финале, вроде бы нет. Но до полуфиналов он точно доходил. Как ни крути, эксперт Дженераус Зираау, родом из Ирака, живет он в Дубае. Бойко у нас из Америки. Очень большую уже набился фан-аудиторию. Естественно, за прошедшие, особенно два года, это за 19-20 год, где он как раз-таки был финалистом мировой серии. Но и после небольшого перерыва он провалил мировую серию 2021 года. Но, дорогие друзья, тот Бойко, который играл на этой мировой серии, тот Бойко, который играет сейчас, это уже два разных бойца. Совсем немного хватило этому американскому бойцу, чтобы вернуть форму. Сейчас он играет активно челленджи и уже в большинстве своем побеждает. Хороший подрыв был от Гугла минус военный завод. Естественно, по окончанию матча я вам скажу, какой счет этого челленджа. Да, этот матч тоже в рамках челленджа был. Очень хорошие позиции, посмотрите, у нас от Глашника, норочка под домиком. Пошли Скорпионы вырубать саполтраки неприятно. И не совсем... Хотя, по сути-то, старт был совсем обычный у танкиста. А вот продолжение не совсем обычное, потому что вместо второго военного завода добавляется эйрфилд. Но на самом деле можно объяснить это тем, что карта, в принципе, не особо денежная. То есть есть у бойцов свои два ресурсных центра, А затем в центре пустота, только по флангам две вышки. Посмотрите, какой злой Скорпион гоняет здесь гатлинг, гоняет бедные саполтраки. Неприятно, конечно, для китайца. Сверху попытка пройти дракона, но здесь уже встречают. Снизу тоже встретили дракона. Пока бойке не удается схитрить и обмануть своего оппонента. И опять же, Скорпион еще и скрабы подбирает. Ну, посмотрите. Бункер вроде не пустой, поэтому этот скраб брать опасно. Но саполтраки потерялись. Опять бойка выводит саполтрак. Выводит также ракетчиков из бункера и выходит первый хеликс на поле боя. Но зачем был выпущен тот саполтрак? Непонятно. Потери и распродажи ресурсного центра. Шикарный просто старт от гугла. Великолепно он уже ставит дворец, ставит второй военный завод и чувствует себя хорошо. Единственное, что нужна позиционка. Ну, как мы видим, бойка забрал две вышки. Просто их сжег в буквальном смысле. И гугла не сможет бустануться в экономике. Это, кстати, для Китая очень полезно. Полетел одинокий хеликс вперед в бой. Интересно. На что рассчитывать здесь бойка? Там уже пошел спад квадов. Конечно же, квады будут встречать. Ну, и хеликс бесстрашно налетает на эти квады. Вот, кстати, чем мне всегда нравился стиль игре бойки? Тем, что он не любит особо осторожничать. Он просто прет вперед. И посмотрите. Ой-ой-ой, со всех сторон выходят квады. Пока хеликс справляется так же так. Он уже сделал минус четыре. Твою дивизию. И не успевает выйти квад минус военный завод. Но здесь, я думаю, что успеет выйти квад. И должен заканчивать с этим хеликсом. Да, совершенно неверно. Потому что хеликс делает пятый килл. Боже мой, как так получилось? Залетел одинокий хеликс танка. Танк, который в большинстве своем играет наземкой. Прилетает с хеликсом. Вырубает пять квадов. Вырубает два военных завода. Вырубает казарму. Он просто невероятный воздушный боец. И такое, дорогие друзья, бывает. Несмотря на прекрасный глашный старт. Да, тут еще... Ой-ой-ой, какая ловушка. Минус на рак хеликс. Просто сейчас придет собирать эти семечки. Да. Как провально гла проводит. Ну, буквально, наверное, одну минуту. Потому что все было великолепно. И все началось с хеликса. Боже. Оказывается, что эйрфилд танка был и так-то уж не зря сделан. Второй хеликс, скорее всего, будет пропаганда. Но этот будет ремонтироваться на филде. Да, но гугл успевает, естественно, отстроить завод. В дворец он сажал ракетчиков. Поэтому хеликс не смог здесь доработать. В общем-то, глашник может спокойно себе отвести дух. Потому что, ну, атака одним хеликсом, да, чуть ли его не свергла вообще. Но здесь все-таки справился гугл. Боец опытный. И пошли уже демобайки. Также, кстати, очень круто была выбита эта позиция. Дракон убил нору. Вылил на скорпион ее защищать. В итоге нора закрылась. И хеликс просто подобрал эти скорпионы. Отстраивается уже командный центр от танкиста. Так, рабочие такие не должны прокатывать. Гатлинги пошли на разведку. Ну, коробок еще много. Тут опять, да, тут байк заехал, забрался полтрак. Такие вот небольшие вылазки. Опять, опять воздушная атака, дорогие друзья. Плюс наземка. Но теперь гуглу нужно думать, конечно, прежде чем вот так вот спамить одни скорпионы. Да мне вообще кажется, он пойдет в тупо в спам квадов. И скорпионов мы не увидим. Но это, кстати, очень хороший шанс, мне кажется, для танкиста перегруппироваться. И наоборот, пойти в тяжелую технику против квадов. Но здесь уже на вкус и цвет все-таки. И, как говорится, на риск. Или без риска. Так, домик высаживается. Ну, вот должны сейчас в квады выходить, наверное. Демо-байки. Нет, все, в принципе, правильно. Гугл выдумывает. У него есть апгрейд на подрывы и квады плюс демо-байки. Зачем действительно нужны скорпионы, когда есть демо-байки? Ну и квады будут хорошо работать против воздуха. Здесь гла адаптировался. Дворец на все 100% себя отрабатывает. Естественно, хеликсы так просто не подлетят. Была попытка выбить норку, не получится. Так, ну денежки скоро на карте будут заканчиваться. Об этом тоже стоит думать. Гугл пошел здесь к вышке. Позиционку ставить. Точнее, не к вышке, а к месту, где раньше была вышка. Минк ставится интересно. Но игла переходит в первую свою вторичную экономику. Отстраивается черный рынок. Ну, естественно, хеликсами очень легко контролировать карту. Они очень быстрые. И не дать какие-либо опасные позиции. Но вот в центре гугл подбирается. Опять же, демобайк. Мог бы выловить дракон. Да, тут уже и третий хеликс к армии Китая присоединяется. Хотя на основных суплаях-то денег еще много. Но китайцы, американцы, они сжирают быстрее коробки. То есть 21600. И здесь уже 17. То есть, посмотрите, какая большая разница. Да, в 4К. Так как рабочие носят по 75 баксов. Если есть апгрейд на ботинки, то по 83. Кстати, не сделал что-то гугл апгрейд. Самое-то интересное, что из казны забирается 75. А вносится 83 при этом апгрейде. Такой читерский апгрейд. То есть, считай, суплай становится просто дороже. Дороже, да, и приносит больше денег. Такой интересный момент. Джармен Кейл вырубил авантпост. Затем его просто находят и сливают. Но я думаю, что Китаю на этой карте все-таки, наверное, нужно бы потихонечку и вторички думать, Бойке, да? Понятно, что Глашник уже точно сейчас не пропустит такие раши, так как очень много квадов. Да и посмотрите, еще дополнительных 2 рынка строится. Пошел арт-удар, Бойка ставит себе маяк, увидел черный рынок. Но арт-удар в область военного завода из суплая. Скорее всего, когда запускал арту, да, он увидел этот черный рынок. И минус полностью военный завод. Неприятно. Но войска есть, войска есть. Отстраивается вновь военный завод. Китай дополняет еще хеликсами, жесть. И уже ставится центр пропаганды. Ну да, давно пора. Да, вообще, конечно, идея немножко вам может показаться странной. Зачем Бойка спамит столько хеликсов, когда соперник спамит там одни квады. То есть там полная нара квадов, понятное дело. Но ответ здесь очень простой. В общем-то, дело все в маневренности. То есть Китай хочет успеть везде и за всем. Тем более, не забываем, что у Китая есть повышение. Поэтому хеликсы, особенно, да, допустим, если Китай доходит до пятого ранга, хеликсы очень легко закрывают последствия, которые наносят эми бомба. Чистят, зачищают. То есть здесь главное микроконтролить. Даже вот за Китая танка действительно можно против ГЛА играть не только на земной технике, как мы все привыкли. Можно и полетать, но осторожно. Мне кажется, что все-таки, скажем так, воздушная стратегия, она, наверное, требует большего скилла. Ну, что, конечно, у бойки имеется. Посмотрим, насколько эта реализация удастся. Рабочий так просто не пройдет. Домик должен забираться. Там, причем, хорошие ротечки сидят. У них уже красные снаряды. Мы видим, еще одна группа из хеликсов работает. То есть в сумме пять хеликсов уже у бойки. Жесть просто. В КОКО много. Я думаю, что он еще будет добавлять, если уж начал добавлять. Но есть также, кстати, стингер позиции. И надо, конечно, я думаю, Гуглу еще добавлять черные рынки. Потому что Китай скоро начнет работу. Он для себя уже делает пометочки. Знает, куда запускать свои арт-удары. Джармен Кэл тут в центре бегает. Хотя только вспомните, какой шикарный был у Гугла старт. И как смог, да, бойко перевернуть этим хеликсом всю игру. Жесть просто. Да, ну в центре здесь подчищает воздушная армия. Джармен мог бы и выбить дракон. Нет, по всей видимости, не станет он этим заниматься. Ну и Гугл, в принципе, после пропущенного хеликса, в общем-то, смог стабилизировать у себя ситуацию. Отстраивается уже четвертый черный рынок. Вторичка угла идет полным ходом. А вот китайские ресурсы уже потихоньку заканчиваются. И это заметно. Абсолютно. ЕЦМ-танки пошли работать. Поддержку с драконами. Также с воздушной армией. Ну и демобайки. Да, есть, есть, гласник. У чем отвечать? Просто уйма квадов. И тут только успевает летать, естественно. Вот это неприятности для Китая. И здесь действительно сразу же в голову вот такой вот вопрос и приходит. А почему бойко не добавлял больше наземной техники? Типа батлмастеров плюс ЕЦМ-ки, да? Все-таки хеликсами сложно летать, когда столько квадов в норе. Да, есть демобайки. Но демобайки, они одиночно катаются. И, кстати, ЕЦМ-ки их умеют морозить. То есть здесь, если только танк контролит. Но окей. Это выбор китайца, которым управляет американец. Джармин Келл забрался. Ой-ой-ой. Он же может минировать. Здесь мины есть. Ах. Даже не подумал об этом Гугл. Как грамотно бойко заминировал свою пропаганду. И еще один, получается, уже шестой хеликс выходит. Но прям на пролом прет бойко, да? Уже какие-то у него принципиальные штуки. Именно хеликсами. Да. Ну, наземку потихонечку, конечно, все равно запускает. Но там наземку очень сложно. Минус ЕЦМ-ка. Демобайки все равно что-то за собой дозагребают. Ну, много. Да, четыре черных рынка уже ставится в командный центр. Правда, нет у Гугла третьего ранга для Ребель Амбуша. Но вот, кстати, что примечательно. А ведь хеликсы это очень крутой момент как раз-таки в случае Ребель Амбуши. Потому что ты не сможешь подрывниками подорвать эти хеликсы. Да, наземку. А наземки убойки немного. И наземка это не основное оружие. Вот в этом плане тут китаец прям угадывает в 100%. Читает игру. Ну, вот ЕЦМ-ки морозит. Правда, Мотик с помощью инерции все равно долетает до дракона и делает минус. Так, ну, Лотос. Она разведывает. Сейчас не хотелось бы Лотос запускать под эти черные рынки. Потому что она их будет забирать. Стоит радар. Стоит радар. Должен палить, если очень близко она подойдет. Также должен видеть ее бойка. Вот, хорошо, мотоцикл. Посмотрите, как здесь морозится. Больше и больше ЕЦМ-ок. Пять штук, да. Все против Мотиков. Нет, Лотос проходит. Ну, вот она, кажись, и проблема оглашной экономики. Ну, радар вокруг да около катается. Ну, как же ж так. Так, ах, китаяночку заслали в тыл. Глашным войскам. Как и неприятно, да? Вот сейчас начнет чикать вторичную экономику. Командный центр есть. Больше пока в Китае арт-ударов не летело. Пятый черный рынок ставится. Ну, нельзя же так запускать, Гугл. Свой тыл, девочку, нельзя. Очень уж больно будет. И ставится второй военный завод. Есть апгрейд, кстати, на здание. То есть денег много. Арт-удар. Лотос пошла, кстати, воровать, скажись, деньги. А не работать над черным рынком. Совершенно верно. Даже перехватывать суплай. Ага. Ого, и Гугл не... Гугл не продал суплай. И какое нашествие пошло. Минус черный. Лотос. Ох, этот файт не в пользу. Китайца. Хотя, ну, блин, большие очень потери. Как я нахваливал бойку, но слил он половину своих хеликсов. Четыре хеликсов пало. Осталось только три. Ну, слушайте, зато, зато здесь квадов не осталось. И суплай бойка начинает добывать. Очень грязно. И с помощью этого файтинга Китай вырубает всю вторичную экономику. Да ты серьезно? Слушайте, оказалось-то, что не зря хеликсы были потеряны. Потому что действительно Китай все зачищает. Невероятно просто. Пошел, естественно, спам квадов. Но здесь будет сложно подойти. Стингеры есть. И два черных рынка остается у Гугла. Вот это пропустил, так пропустил. И получается, что полной норы квадов не хватило, чтобы остановить семь хеликсов. Представьте себе, дорогие друзья. Бойка прям знал, на что делать ставку. Все просчитал. Гугл думал, что одной полной норы из... Сколько там в норе слотов? Если не ошибаюсь, 8 слотов. Или 10, нет, 10 слотов в норе. То есть 10 квадов не справились с 7 хеликсами. Вот так-то бывает. Или 8. Напомните мне в комментарии, если вам не сложно. Сколько там слотов в роте? 10 слотов в норе. 8 хеликсов в пеховском. А в норе вроде 10. Но опять же, пошел, конечно, спам квадов. Здесь Китай теперь боится. Причем пал в хеликс пропаганду. И один хеликс вообще получил 3 лычки. Вау. Но надо, наверное, их подремонтировать. Или выпустить хеликс пропаганды. И тем временем бойка интернет-центр, дорогие друзья. Пошла китайская вторичка, которую не так часто увидишь. Ну и у Гугла есть третий ранг, а значит кэшбаунти. Все-таки просто продается. Суплай понимает прекрасно здесь игрок из Америки. Что боец из Ирака не даст просто так добывать. Ну и 6 квадов. Ну 6 квадов это угроза 3 хеликсам. Хотя мне кажется, 3 хеликса только полных. Да? С полными хп справятся. Но там будут потери 1-2 хеликса. И это, конечно, сейчас Китаю не хочется переживать. Вновь такие потери. Но, скажем так, Глашника, конечно, он здесь поднагнул прям очень даже привлекательно. Так, пошел 3-х лучковый хеликс работать в одиночку. Почему в одиночку? Потому что 2 пошли ремонтироваться. А этот парень способен себя сам ремонтировать. Ну все-таки жирный. Максимальные лычки. Тут аж 2 позиции стингеров. Поглядите. И у Борьки, кстати, дело к 5 рангу после этого пуша. Осталось всего ему добыть 800 хп. Много квадов, опять же, у Гугла. А если Глада идет до 5 ранга, хотя ему очень далеко, то Китаю, конечно, будет не позавидовать. Из-за глашных скрытых атак. Токса бомб. Но тут опять же, если сейчас будет... Оооо. Ну вот это очень неприятно для Китая. Потому что теперь хеликсами точно не поработать против квадов. Все ракеты будут разлетаться. Так как выбивает Джарман Кэлл 2, 2 ЕЦМ танка. И будет эта группа из 2 ЕЦМ танков ходить рядышком с квадами. Ну плюс добавляется еще стингер позиция, слушайте. Да, какой бы ни был шикарный пуш от Бойки. Гугл нашел применение выбитой техники. И делает это великолепно. Но Джарман там куда-то в угол карты забегает. Но спасает китайца то, что у него есть вторичка. Мне интересно сколько. Полная. 8 слотов в интернет-центре. Полная вторичная экономика. Хакеры будут со временем получать лычки. Естественно. И в интернет-центре хакеры, кто не знал, работает. Хакер чуть побыстрее, чем не в интернет-центре. То есть такой тоже своеобразный пуст. И уже пацаны получают повышение. Уже летит 6 баксов, как вы видите. Но у Китая, да, все шикарно. Со вторичкой угла 2 рынка. Плюс кэшбаунти должен был взять. И очень много квадов. Так, опять дядя Коля пробирается. Вот это неприятно. Кстати, интернет-центр без мин. Ну вот электростанция минируется. Джарман Келлон. У демо как Барт. Он умеет не только технику выстреливать, но и минировать здания. И сапалтраки решил заминировать. Ранг, все ради ранга. Хотя, насколько я знаю, вроде бы ресурсосборщики не дают ранг. Так, арт-удар должен упасть. На черный рынок полностью минус. Военный завод выживает. Да, и Джарман Келл уходит дальше. Бойко думал, что Джарман Келл будет наверх уходить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! И сейчас взорвется ЕЦМ-ка! О, фак! Ну что это было, бойко? Да, минус жарман. Ну как можно было потерять-то ЕЦМ-ку? Вплотную подъехал сапалтраком. Это косяк. Это невнимательность. От Китая. Сейчас каждый юнит ценен. Так, тут еще был бункер подорван. Интернет-центр живет. Посмотрите, какие диверсии совершает Гугл. И у китайца не так много, если честно, техники. Да, что-то там по наземке есть. Маломальски. Всего три Хеликса больше не добавляется. А Гугл добавляет уже Творец. Правда, свой ресурсник уже ископал. И остался один черный рынок. И да, ЕЦМ-очки, естественно, в группе с квадами. Работают эти две группы раздельно. Но все потому, что есть ЕЦМ-ка. ЕЦМ-ка здесь действительно играет важную роль. У Гугла покапает по чуть-чуть денюжка. Так, пошли мины, по всей видимости, от Китая. Интересно. Куда он их решил положить? Наверное, больше как разведка. Не, ну на квады. Здесь квады стояли, да. Естественно, Гугл это увидел. Да, если бы, конечно, не китайский интернет-центр. Тут, кстати, что-то было. А, ну Рембель Амбуш, по всей видимости, отработал Гугла. Я не заметил. Забрал какие-то юниты. Ну, естественно. Вообще, наверное, попытка была добить интернет-центр. Как вариант. Распредвестоплазис не нужный, да? Ну, интернет-центр полностью починен. Ага. Так, будет ли Гугл добавлять черные рынки? Я думаю, что ему этим нужно заниматься. Хеликсы пока в холостую летают. Ну, им, в принципе-то, делать больше и нечего. На базу к сопернику не залететь. Только ловите рабочих, если, да, выслеживать. Допустим, вот такие работяги бегают. Но тут пост есть. Не знаю, заметил Китай. Да, конечно, заметил. Вижена хватает вполне. Ну, а Гугл пока встал. Колом никуда не двигается особо. Пошел, наверное, чай заваривать. Все равно. Идти вперед. Опасно. Но вот здесь, опять же, Хеликсы работают. Решили закрыть норку. Нет, не получается закрыть норку. Ну, и добавляется второй черный рынок. Совершенно верно. То есть, Глав все-таки вторичную экономику решил потихоньку. И не заметил, смотрите, Бойка-то... Нет, нет, видел, 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 наверное. А все-таки радар есть на... А, кстати, без электростанции сидит китаец-то. То есть, и радар, сейчас карта-то вырублена. И поэтому не заметил по миникарте этого рабочего. Слушайте, неужели Бойке не хватает денег? Вот только сейчас отстраивает. Но хакер должен нормально кэш давать. А, он еще Хеликсы. Хеликсы у танкиста самые дорогие. По 2К, 1 Хеликс. Поэтому здесь можно понять, почему не хватало экономики на электростанцию. Бойка добавляет четвертый Хеликс. Но, опять же, я не знаю, насколько это глупо. Все-таки ЕЦМ-ки есть у соперника. И как он будет Хеликсами брать глажную базу, мне вообще непонятно. На всякий случай радар катается. С другой стороны, я так же примерно говорил и в прошлый раз. В итоге вы сами видели последствия, да? На пачке Хеликсов. Тут Глаб просто отлетел, вспотел и все-таки смог выжить. Но сейчас вот действительно, что к Вадам такие хорошие юниты присоединились. И поэтому, ну даже вот эти 4 Хеликса не справятся с этими КВадами. Тупо из одной яйцами. Пустой дворец. Очень странно. Но тут стингер есть. Зря Гугл отлетел. И посмотрите, вот так просто китаец прилетает. Забирает дворец и улетает. Ну зачем же ты отлетел? И норка! Норка от Гла прокатила. Вот сейчас начнется все чувство. Я веселье. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не дай бог выпад от Гла на пустую базу Китая. Ну тут будут размены, потому что Китай сам атакует. Ага, пошел. Нет, пока выпада не будет делать, естественно, Гугл. Очень опасно. Но здесь два стингера, правда, на далеком расстоянии друг от друга. То есть по очереди их можно разобрать. Но вот эта норка сейчас, ой, какая ключевая может быть. Потому что на пути сразу интернет-центр, который можно убивать. Арт-удар полетел. По всей видимости, по черному рынку последнему. Ну и мне кажется, Гуглу ничего не останется. Да, все, пошел выпад, дорогие друзья. Рынок минус, сквад тоже задевается. Ну и здесь Китаю нечем отбиваться, на самом-то деле. Мины пошли. Мины мимо. Попытка была. И Хеликс здесь точно, ну, наверное, в контратаку просто полетит. Разменялся базами. Ребелям! Буш минус 2 Готла. Шикарная работа от Гугла, дорогие друзья. Чуть, кстати, не хватает до пятого ранга Китаю. ЕЦМки пытаются работать. Естественно, Глашник не будет просто так свои юниты отдавать. Забирает Гатлинг. У него тоже ЕЦМка, да? Даже больше, чем китайских ЕЦМок. Да, это действительно проблема. Закрывается на разность. Но мне кажется, Бойко мог бы в контратаку лететь. Ему смысла-то нет отбиваться. Или пятый ранг! Это Эми бомба! Тватью мать! Как же шикарно! Китай дождался и сделал победу Хеликсами. Ну, просто невероятный бой. Но действительно, чтобы увидеть за танкиста, всю игру в Хеликсах против Гла еще и победить. Это прям очень редкий, дорогие друзья, случай. Как я и обещал, я вам скажу результат. В конце концов этого челленджа Бойко победил 7-6. То есть, Гугл сейчас играет в полуфинале мировой серии. Бойко, который вылетел на старте мировой серии, побеждает полуфиналиста мировой серии. О чем говорит? О том, что Бойко сейчас действительно подходит опять к своей форме. Но странно, что Бойко не стал ее набирать перед мировой серией. А решил ее набрать после мировой серии. Вот это действительно странно. Ну что ж, дорогие друзья, оставляйте свои меня в комментариях. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте про группу ВКонтакте и Дискорд-канал. Ну, а я с вами не прощаюсь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!